Белонин приезжал в места, где Лист должен был дать концерты. То есть это буквально было как? На два дня раньше. По упоминаниям это именно так. За два дня до концерта он шел во все бары, во все таверны. И он рассказывал какие-то ужасные истории, невероятные, что «А, едет, короче говоря, такой пианист, который в щепки разбивает раэль». И, кстати, это правда, потому что история с Безиндорфером, когда Лист поиграл и Безиндорфер выдержал, это как раз в тему мне. Он рвет струны, все падают в обморок, невозможно на него смотреть. И вот так вот запуская истерию, он работал на то, что билетов не было вообще. То есть прорваться на концерты Листа было невозможно. И этот принцип, никто даже не понимал, что это по сути реклама. Вот такая вот голая, неприкрытая, абсолютно очевидная. Люди настолько были подвержены харизматичной личности Беллони. И вот здесь очередной следующий пункт. Уж если вы берете человека, уж если вы доверяете какому-то менеджеру, он смотрит на вас, он смотрит на вас, как на продукт, он смотрит на вас, на профессиональные ваши качества, естественно, в первую очередь. Но это как бы по умолчанию, это априори. Он смотрит на вашу харизму, но и вы смотрите на его харизму, потому что этот человек, по сути, должен вас продать. И когда Беллони запускал всю эту истерию, он был счастлив, потому что карьера его складывалась как нельзя лучше. Ну и, собственно говоря, он не забывал своего друга, они каким-то образом тоже делили свои гонорары, и все были счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok